здравствуйте добрый вечер откуда быть украины я с разии о чем безеду иди а что вы хотите услышать тему о какой беседу да не плевать можем про зеленского пообщаться про зеленского хотите высказать не вы можете высказать за про зеленского чего про него думаете вот насколько он вам надоел насколько я провяжу тут же можете опровергнуть сразу чем что хорошо он сделала давайте обсудим что он хорошего сделал меня может что-то не знаю просто хуже не сделал война и сейчас война подожди война началась от вас от россиян с четырнадцатого года не при зеленском же началась смысле зеленского пока не было войны не было пришел зеленский началась война в смысле нет а что ты считаешь войну с двадцать второго года а что ты не считаешь войну с четырнадцатого года когда россия отжала крым а это война была у вас в россии воевали а чего тогда в крыму не пошли воевать если россия отжал и крым война была потому что тогда были у нас турчина машинка и поруби не потому что были его так не по они его война-то была была а чего вы не пошли воевать на войну потому что нам не надо мы ничего не хотели мы ничего не брали не мы там были не так ты сам себе противоречишь почему чтобы вы захотели что не вы зашли в крыму мы были в крыму и были подожди вы в крыму и были да да вы отжали потом нет крым нет зелеными так как крым могли отжать зеленые человечки под автоматами ёк вашу маску к было зеленых человечков да сколько бы ни было автоматов неважно понимаешь один автомат это 1000 человек построены под автомат а где вы видели штучок а где вы видели фотографию или видео как люди заходят голосовать а рядом стоит автомат а кто тебе такое видео покажет не а как же вы тогда знаете об этом подожди жду я тебе рассказываю давай свою историю давай хочешь коробку классную историю закидывать давай 14 год вам не понравился майдан наши скакуны члены в мэрлыки там и тому подобное вам не понравились они да не нам все обещали подожди обещали на крым поезда дружбы было такое вам подожди я пока в твоей парадигме я в твоей парадигме разговариваю давайте давайте то есть обещали такое было такое ваша обещали подожди но было такое или не было уточните кто обещал поезда я наш так обещал да 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 было такое было такое да 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 ну так у меня один вопрос так один скажи мне пожалуйста в девяносто первом году республика украинская советско-социалистической республика получила независимость в границах украинской советской социалистической республики так этот факт но объявил независимость да это факт то что объявил это факт Признана она всем сообществом, в том числе всем мировым, в том числе ООН. Это факт? Так. Это факт. Факт, факт. Признана, признана, да. В этот момент, после того, как Украинская Советская Социалистическая Республика стала независимым государством Украина в границах Советской Социалистической Республики Украинской, Это факт? Факт. Факт. Так. Какого ху... Теперь вопрос. Так. Российская Федерация претендует, блядь, на какие-то территории Украины, блядь. Не, не претендует. Кто вам сказал? Запорожье сейчас. Дальше. Ты сейчас мне расскажешь. ДНР, ЛНР откуда взялось? Люди, люди. Люди на местах огласили сами себя. Кто их поддерживает? Кто поддерживает, спрашиваю. Кто их поддерживает, в смысле в каком? В любом смысле. Не, сейчас они уже на си. Что бы ни происходило, в последней стране нет. Еще раз говорю. Так, еще раз. Повторяемся. Возвращаемся. Давайте. 91-й год. Так. Украина в границах Украинской Советской Социалистической Республики вышла из состава Советского Союза. Так. Факт? Факт. Границы признаны всем смировым сообществом. Признаны, признаны. В том числе и Россией. Признаны, да. В том числе и Россией. Признаны, да. Факт? Факт. Факт? Факт. То есть, любое вторжение на территорию суверенного государства считается чем? Чем? Нападением. Актом агрессии. Правильно? Правильно. Нападением. То есть, Украина в 2014 году напала на Россию. Факт? Нет. Как не факт? Вы обстреляли Ростовскую область в 2014 году. Убили у нас мужчин. Мы напали в Ростовскую область? Вы стреляли... Вы стреляли... Вы стреляли... Забейте. У вас есть еще один гаджет? Есть еще гаджет один? У меня гаджетов нету. Но в 2014 году мы стреляли в Ростовскую область. Смотрите, запомните... Это для меня такая новость, как будто... Запомните. Запомните. Украина обстреляла... Запомните. Сейчас, секунду. Украина обстреляла из Града Ростовскую область. город донецк летом 14 года нет есть дату дату и видео ссылку 14 07 14 год сейчас разбежался чего когда гиркин когда гиркин пришел славянс когда гиркин пришел славянс в июне 6 апреля он был 6 апреля ой 12 апреля 12 апреля он был так а гиркин это кто это ваш человек в смысле кто наш наш чей российский ну это просто гражданин россии с вашей страны за высу воевали граждане россии тоже это что россия россии воевала ты что у вас швед воевал его по телику вы показывали у вас швед воевал у вас снайпер швед был мы чё со швецией воевали получается слушай ну швед из-за вашего со швецией воевать и стрелочку а теперь задать себе вопрос ну али точнее с какого лешего украины зашла на сне мне не заходила на сесть она наша территория россия не заходила зашел гражданин россии но не заходила где россии все вы зашли так россия не заходила она там была она там была и крым был автономный республика для договору крым она там была по договору значит что сделала россия нарушила договор значит договор расторгнут был не начала сука кончила договор договор не договор заключала россия с украиной с государством украины до государства до вас 21 февраля 21 февраля государство того того до государства не стало не стало а почему потому что конституция украины перестала работать гарант конституции был выгнут пузерпация власти произошла и смена грубо говоря у вас вооруженная смена власть подожди что хорошо хорошо если ты говоришь оба перевороте четырнадцатого года как вы его называете и вы а вырываете вот революции гидности и важно важно вооруженно в Значит, 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 кто-то не должен был признать легитимность этой власти. Так. Угадай, кто? Угадай, кто? Народ Украины признал это нелегитимным. Хорошо. Дальше что? А теперь, слушай, народ Украины признал нелегитимным. Да. Да? Да. Но почему-то признал легитимным. Не, не признал. Большинством своим. Подожди, большинством своим. Не было референдума, не было. Подожди. Жду, жду, жду. Выборы были президента, которого признал ваш Путин. Когда были выборы? Порошенко кто признал? Я признал или Путин твой? Когда были эти выборы? Когда были эти выборы? Еще раз говорю. Да. Если бы, блядь, Россия не признавала эти выборы и заслать сюда войсками, был бы другой роствал, блядь. А вы, сука. Когда Порошенко стал президентом? Когда Порошенко стал президентом? После того, как его Путин сказал, руку жму и целую, блядь. Какого числа Порошенко стал президентом? По-моему, через полгода после, блядь, переворота, блядь. Вот, то есть в мае. И по-вашему. В мае. Да. То есть у вас, смотрите. Путин его признал. Да, но с 21-го по Порошенко у вас не была нелегитимная власть. И в журнанский формат поехал. С 21-го февраля по вот этого. Там все, что было, все было нелегитимно. Ничего я говорю. И твой, блядь, президент, блядь, поехал договариваться с нелегитимными людьми и признал их легитимными. Порошенко стал уже выбранным. Мы не сожажаемся, блядь. Что нет? Он стал в мае только легитимным. Но только он в мае только стал. Его народ выбрал в мае. Так и при чем здесь? Какие ножки? И при чем здесь? А до мая был... Ноги, конечно, сексуальны, можно лицо ваше увидеть. До мая, до мая, не было у вас ни с кем было. Там Украина та, с которой... Какие ножки маленькие. Не было, понимаете, не было у вас. У вас был нелегитимный Турчинов, который отдавал нелегитимные приказы. Народ его не поддержал. В смысле? В смысле? В смысле? А теперь я тебе рассказываю. Ну, по поводу Турчинова. Хоть он и дебил, и хоть он курича жопа, и как бы ты его ни звать. Так. А теперь я тебе расскажу. Чувак был, блядь, председателем Верховной Рады. Ага. И когда, сука, Ленукович встал на лыжи, блядь, он взял два стула. Ты имел это право? По Конституции. Не, не имел. Наши, украинские. Не, не имел. Не имел. Премьер-министр должен быть у вас. Премьер-министр. Кто тебе такое сказал? Сам премьер-министр это сказал. Ты читал нашу Конституцию? Сам премьер-министр это сказал. Конечно, у вас президентско-парламентская была. Кто у вас был премьер-министр? Вы знаете, хотя бы? У нас парламентско-президентская. Президентско-парламентская у вас была. У нас парламентско-президентская. Сейчас, да. А на тот момент была президентская парламентская. Да, была, будет и есть. Вы спорите с президентом Украины, хотя с бывшим? Каким? С Януковичем. С Донецким длинным лыжником, хуйным. Не знаю, его выбирал весь народ. Который выбирал меня в том числе. Его весь народ избирал. Его не весь народ избирал. А кто? Его избирали такие б***ь, чё бы, как я, она. Понимаешь? Вы же выбрали его? Выбрали! Ну он предал нас! Это уже второй вопрос! Он нас предал! Он остался жив! Он должен был умереть? Он должен был вернуться блять! В четвернадцатом году! И уметь! Он должен был вернуться! И сам, с помощью, не с помощью! В смысле уметь? Ну потому что вы обещали его убить! Ты дурачок или что? Вы же обещали его убить. Ты что, дурак или что? Ну как у вас... 50% за него проголосовало, блядь. У вас Поросюк обещал его убить. У вас Поросюк обещал его убить. Дурак или что? Ты что, дурак или что? В смысле он официально на весь Майдан заявил? Что мы идем к нему с оружием? Майдан это не вся Украина, дурак ты, блядь. В том-то и дело, что не вся Украина. Вот, он предал половину тех, кто за него голосовал. Он предал. Его хотели убить. И он убежал, чтобы сохранить свою жизнь. Что теперь? Так теперь, подожди, он спас свою жизнь. А жизнь тех, кто за него голосовал, он спас? Так он должен был умереть просто или что? И что бы это поменял? Что бы я говорю? Ты скажи мне, пожалуйста. Ответь на свой себе в голове. То, что он вообще Майдан допустил, это ошибка большая. Еще раз говорю. Блядь, ты услышишь меня. Я слышу? Ты голосуешь за одного человека, ты ему веришь. Так. И он сбегает, спасая свою жизнь. Да. Что ты о нем подумаешь? Что у вас в стране, да, ебы, взяли власть в свои руки и хотят у него убить. Блядь, я тебе задаю вопрос, ты отвечаешь, хуйня. Еще раз повторяю, за тебя вопрос. Я отвечаю не так, как вам нравится, я понимаю, это не очень приятно, но я отвечаю так, как я хочу. Я хочу, чтобы ты ответил прямо. Человек, за которого ты голосуешь, это нормальные прямые вопросы. Сбегает и уходит, и спасает свою жизнь. Твое мнение об этом человеке. Мое мнение об этом человеке, что он сохранил свою жизнь и правильно сделал. Но то, что он делал до этого, было неправильно. Смотрите, я вам читаю. Читаю вам. Читаю интервью. Смотрите, во-первых, во-первых, чтобы вы знали, чтобы вы знали, у вас на тот момент премьером был Арбузов. Знаете, кто это? Знаю. Лично знаю. Вот, Арбузов, это премьер-министр. Я помню, где его был. Просто я хуйня. Арбузов. Арбузов у нас был. Азаров, блядь. Арбузов у нас был, блядь. Азаров ушел. Азаров ушел. Ушел Азаров. Вместо него Арбузов был. Азаров ушел. И вот у него взяли интервью в тот момент, в 2014 году. Я имел... Где сейчас этот Арбузов, блядь? Что он говорил? Где-то тоже хуйня, блядь. Где-то Колобога. Я вам читаю, что он говорил в интервью. Я имел связь с депутатами, которые были заблокированы в парламенте. И под угрозами голосовали быстро и без обсуждения, рассказал Арбузов. На вопрос о том, кто должен был занять место главы государства, он ответил, если все объективно, то по обязанности должен был исполнять премьер. Это говорит ваш премьер-министр. И провокация. Ну это его интервью. Это ваша газета. Как ты хуй на него? Нет, вам-то хуй на все, это понятно. То, что вам хуй на все, это я понимаю. Но по закону должен был быть премьер-министр. А поставили... Я противник Майдана. Слышишь ты? Да. Я противник Майдана. Всю жизнь был, блядь. Хорошо. Я конкретно заявляю, даже если ты меня сейчас пишешь, блядь. Мне... Да, много кто был против Майдана. Я противник Майдана был изначально... Все были. Но... 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 Здесь большинство людей, которые выбрали эту хуйню путь, блядь. Понимаю? А почему большинство? Неху сюда танками ходить. Как выходит, что большинство? Забрал свой, су-ка, мучий батон, блядь. Исъебался в свою, су-ка, ростовскую область. И унитаз. Хера он не вернулся, когда его звали, блядь. Его ждали здесь. Его посадить хотели, алло, вы на него дело завели. Вы на него дело завели. Еще раз говорю. И что? Ты на меня не слышишь, ты не хочешь слышать. Почему? Его здесь ждали в 2014 году. 52% населения. Он не взял. Как вы это поняли? Он писал вашему... А, слушай меня внимательно. Как вы узнали про 52%? Он писал вашему Путину, блядь, о том, что помоги мне с войсками зайти и снести эту всю контуру. Да, да. Кто из тогда слабак? Хера вы дрочились 10 лет. А, надо было в шинке выходить? Люди научили жить под этим, блядь. Под фашистским, блядь, как вы говорите, режимом. Да. Здесь нет фашинистов. Я говорю на русском языке, блядь. Да? Понимаешь? Спокойно, блядь. В магазине можете на русском поговорить? Да. Да? А видели, что с таксистом сделали, который на русском разговаривает? Это тебе показали, блядь. В смысле мне показали? Ну, потому что тебе показали видео. А вам не показали? Одно из миллионов. Да, это неправда. Правильно, одно из миллионов. Понимаешь? Таких миллионов видео, где русских у вас на Украине хлобучат за русский язык. Где? То, что там сказали, миллионы видео. Это одно из миллионов видео. Где, блядь? Да по всей Украине. Одно. Блядь, тебя просто вырвали из контекста, показали. Как вырвали? Как вырвали из контекста. Даже Арестович до него заступился. Вы что? Да какой, нахуй, Арестович? А когда у вас в Киеве, а когда у вас в Киеве гуманитарку не давали двум женщинам, потому что они на русском разговаривали. Ты что, ебаный? Тоже не видели. Тоже странное видео, да? Тоже видео. Просто видео. Ты что, дурак или что? А парню, который Цоя пил, когда его там, это, подошла депутатша и начала его хлобучить. Его чуть не поставили. А знаешь, с этим парнем я тебе расскажу. Знаешь, что было? Потом было уже, а потом, когда подняли хай. А сначала-то что было? Ну, блядь, дураков на всех хватает, нахуй. А потом, блядь, дурак сказал. А вас, дураком, просто еще не хватило. А потом, блядь, путь сказал, блядь, пошли. Понял, блядь? Если ты умеешь оставить свое мнение, блядь, ты отстанешь свое мнение. А если ты лох, сука, ты будешь мумулятором, блядь. Потому что он лох, конченый. Потому что на русском разговаривал, поэтому он лох? Да потому что он дебил, он свое мнение не отстоял. Он отстоял, он выселил из тачки и уехал, он отстоял свое мнение, свое право разговаривать на русском. Но его за это уволили. Но его за это уволили, за свое право. Молодец. Он-то молодец. Так он лох или он молодец? Как-то у вас лох в молодца превращается мгновенно. Ты не понял. Он дураком, блядь, вот это хуйня занимался. Какой? Понимаешь? Какой хуйня занимался? Да на видео, сука, с себя позволил снять этот раз. А может он не видел, что-то? Он на русском языке разговаривает. Он должен, что, бояться ходить всех? Он же... Я на русском языке разговариваю, я хожу по району, по Киеву. Сука, я не боюсь. Ну и он не боится. Своё мнение высказал. И он не боится, он свое мнение высказал. И он не боится, он свое мнение высказал, но его уволили. То есть... Нету, нету. Это было не... Значит, не за то его уволили, блядь, понимаешь? А за что? Просто преподнесли тебе так, что за это, блядь. А, преподнесли. Значит, это воровал, блядь. Нет, не так? То есть воровать начал именно на этом видео? Да ты этого воровал. Ну я говорю, воровал-воровал, а попался прямо на этом видео. Почему он у тебя халява? Да? Воровал именно на этом видео начал воровать? Или спалился на этом видео? Да мне... Блядь, я тебе говорю, мне так халявят все эти видео, блядь. Да. Это такая постановка, блядь. Все постановка, конечно. Да, блядь, блядь, я живу в городе, блядь. Я хожу, нахуй, я разговариваю по-русски. А за поленицу, когда в Мариуполе застрелили чувака, как вам такое? Суд вообще-то этого чувака уже осудили, он уже в тюрьме сидит. Был эксперимент, его показывали два типа, остановили двух украинцев, заставили говорить полениться. И один другого застрелил, а второй убежал. Да это дело знаменитое, посмотрите. Ты что смотришь? Это судебно, это искай, это следственный комитет, видео. Покажи мне эти каналы, я хочу посмотреть. Ну, вбейте. Я хочу эту бульку посмотреть. Так вбейте, я же вам говорю, вы название даже не запоминаете. Следственный комитет России. Я х***ю. Я от ваших каналов х***ю вас, что вам лепят, блядь. Что там лепят, что там лепят, расскажите мне. Покажу даже, блядь. Ёбанно, блядь. Давайте. Один какой-нибудь там, что-нибудь юбает вот такое, что-нибудь. Да какой, блядь, твой любимый, наверное, ОРТ, блядь, что тебе включить, да. Это ж, это типа, к слову о том, что у нас запрещено, понял? У меня телевизора нет. Ну, у вас, наверное, это, спутниковое, да, телевидение? Ну, видишь, мы дорого живем. Не, понятно, у вас что, на Украине одни бомжи, что ли, у вас? И у нас есть, знаете, это, всякие, дорогие. Так. Первый канал. И что там за дичь показывают? А, тем, что вот, в пластике... Ну, я не слышу. Сейчас громче сделаю. Ну, что они говорят-то? Продублируйте. Он утратил все ресницы, то есть, это очень-очень странно. Выглядел глаза вообще без ресниц, особенно учитывая то, что брови у него остались вот тут прежними. То есть, очень-очень странно, это такая внешность была. И, конечно же, он вызывал сочувствие, он был совершенно подавлен. На него очень много, я говорю, что было повешено, все это преступление, что он участвовал в подключении Крилянтов и у Зои Федоровой. Так, это что-то какая-то историческо-культурная? Ну, какая-то херня, блядь. Ну, и что, какая-то передача, какая-то херня? Ну, у вас тут тоже херни дофига в телеке. О чем это говорит, я не понимаю. А какая херню вы несете? Вам несут эту херню. Просто какую-то историческую рассказывают что-то. Почему херню-то, я не понимаю. Какую? Я каждый раз, когда слушаю, это херня полный. Слушайте, я когда Зеленского смотрю, он все время врет. И ничего у вас нормально прокатывает? В смысле врет? Ну, вот он сказал, что мы, я летом, говорит, в Ялте буду пилку пить и яйца в море полоскать. Где он? О, вот, Киселева твоего покажу, блядь. Нет, про Зеленского чуть-чуть, вот еще раз. Зеленский сказал у вас, прям официально, говорит, мы летом, я, говорит, лично летом поеду в Ялту, говорит, пивко пить и яйца полоскать в море. Ну, пополоскает потом, блядь. Дыши мне этот вопрос. Он потом в Америку поехал и яйца бидону пополоскал, это да. Ну, это заседание ООН, что вы хотите показать? В ООН, это дичь, это Гутерриш. Замеренные убийства, нанесение ранений, похищение мирных, а также запуск ракет по гражданским объектам. Здесь важно понимать, что Гутерриш все произнес точно и практически верно с очевидным сочувствием. Еще раз повторим, чтобы подчеркнуть, я безоговорочно осудил ужасающие и беспрецедентные акты террора, совершенные в Хамас в Израиле 7 октября. Ничто не может оправдать преднамеренные убийства, нанесение ранений и похищение мирных жителей, а также запуск ракет по гражданским объектам, сказал Гутерриш. Все нормально. Нет, пост пред Израиля проявлен в категоричной форме, словно и не слышал произнесенного, требует ни много ни мало отставки генерального секретаря. Ну, че не так? Он, который проявляет непонимание по поводу нормального мастера. Все нормально, цитирует, все хорошо. Ну, все нормально, цитирует, че, все нормально, все так и есть. В чем дичь? Ты шо, гонишь, блядь? Чего, просто цитирует людей, а че нет, новость цитирует? Ну, цитирует новость, да, блядь? Ну. Но с акцентами. У вас, ты не слышишь акцентов или что? С акцентами. А, то есть вот эта надпись, нет, чтоб написали пиво нет, написали пиво нет. Вот это, да? Вот это акцент. Слушай, ты реально меня уже начинаешь кумать. С каким акцентом? Он вообще просто вот, ну, чисто даже без эмоций, просто вот говорят, вот просто даже эмоций никаких не вкладывает. Просто он заявил то-то, 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 то-то. В ответ этот заявил то-то. Говорит, надо его уволить, потому что он на Израиле, типа. И че? Что, в чем? В чем акцент? Хорошо. А кто первый напал на Израиль? Или Израиль напал на кого первый? Смотря когда. Они там воюют со 47-х годов там. Вчера, блядь, ебь, пошла. Ну, они воюют, я знаю, сколько уже, когда именно. Кто и тем? Что надо воють, блядь? Кто первый, блядь? Первый израильтяне. Ты им бил полешок? Нет. А не Хамас, блядь, туда зашел, блядь? На Хамас в ответ на что-то там зашел. Израиль же их обстреливает постоянно там. Когда? Да постоянно они вот, ты че не новость, там, Израиль обстрелял сектор газа. А вот когда зашел Хамас, блядь, не обстреливали, да, блядь? А они, сука, собрали, блядь, и разогнали, блядь, нырных людей на пляже, нахуй, и взяли в заложники. Да. И Хамас почему-то хороший, блядь? Нет, Хамас нехороший. Они там оба плохие. Да. А сейчас Израиль проводит СВО. Ваше ебучее СВО. Не, Израиль как раз-таки проводит войну, потому что убивают мирных жителей, бомбят все подряд. А мы проводим СВО. Безразборочно. Безразборочно. А против меня что ты проводишь, блядь, ты, русский? Против вас ничего. Что ты против меня проводишь? Пока у вас оружия в руках нет, против вас ничего не проводят. В смысле? В смысле? У вас оружия нету, против вас ничего не проводится. Да? Да. А че вам сделали? Да мне, блядь, я возле дома прилетела в дом. Возле дома в дом? Охуйни. Да. Прям возле дома и прям в дом? Да, да, да. Отъебавшила, блядь, полдома. Это ваше ПВО, небось, да? Постаралось? Охуеть. Если б ваше не летело, наше ПВО не старалось. Ну, если бы ваше не убивали бы на Донбассе, то и вы бы не зашли. Если бы ваше не летело, наше бы ПВО не старалось бы. Да, да, если бы ваше ПВО бы не летело, наше бы не старалось, если бы вы не убивали людей на Донбассе, то и Россия бы не зашли. Донбасс чей? Донбасс, он был уже Донбасс, ДНР, ЛНР было. Донбасс чей, блядь? А теперь уже российский, а был просто независимый. Это было с 91-го года. Какого? 91-го. Ну, был в Украине. Был в составе Украины. Но еще раз говорю, у вас Украина та развалилась. Ну, Донбасс, еще раз говори. Сейчас Россия. Да, блядь, какой чем? Я тебя выписываю, граница 91-го года. Нет, 91-го это давно было. Уже все, уже нету той Украины. Все равно себе повторяю, блядь. Нету той Украины. Кризоны, границы, мировые слова. Той Украины нету. 91-го года. Да, нету той Украины, с которой подписывали договора, нету. Все равно себе повторяю, блядь. 91-го года. И я вам еще раз повторяю, той Украины нету. Ну, нет той Украины, ну, что поделать. Ну, нету той Украины. Кто тебе такой? Конституция ваша так говорит. Я еще раз говорю, кто тебе такое сказал? Конституция ваша так говорит. У меня есть паспорт Украины, блядь. Я украинец. Прикольно вам. Дальше что? Не повезло. Дальше. Все, той Украины нету. Нет той Украины. Нет. Ну, Конституции говоришь, что нету. А если нету той России? Не, у России все нормально. У нас Конституция не разрывалась. Нет. Где у тебя нормально, блядь? В России. Тебе знаешь, что к примерникам готовят? Кого? Си Цзиньпиня? Я же по слову по Си Цзиньпиня знаю, блядь. Си Цзиньпиня? Залупу твою, Си Цзиньпинь, блядь. А кого готовят? А ты подумай, блядь, своей баской. А что думать, когда вы знаете? Зачем не думать, когда вы можете сказать? Скажите, кого? Кадыров будет следующий президент, блядь. Кадыров будет президент следующий? Да. Ну, нормально. Он вам, блядь, наваляет быстро. Посмотрим? У вас вообще, блядь, сотрет. Как тряпка, знаете, так, с доски. Ебанок. Вы такие уверенные, блядь, ясный, блядь. Знаешь? Я тебе объясню одну вещь. Так. Только ты не обижайся. Не, не обижайся. Меня мама в детстве учила, знаешь чему? Чё? Что если жёлтая спереди, то коричневая сзади, да? Нет. А, нет? Самоуверенность. Самоуверенность. Это само... Самоуверенность. 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 Нет, можно быть... Ну, в принципе, нет, у вас есть люди нормальные, адекватные. У вас власть эта, немножко деревянная. Надо подправить крышу. А, блядь, плевать, вам должно было на нашу власть. Так нам плевать, пока вы людей не начали убивать. Ну, не понял, блядь. Есть разница. Какая? Вы помогли в чужой дом. Не, нас попросили. Кто тебя попросил? ЛНР, ДНР. А кто такие, наверное, говорят? Республики молодые. Какие они, республики? Молодые. Откуда они взялись? Откуда Украина взялась? Кто их создал? Ну, кто Украину создал? Кто их признал? Россия признала. Дальше. Зачем? Ну, помогло. Да пофигу, кто еще. Россия признала. Этого вот так достаточно. Ах, ну, ты реально со мной споришь, ты блядь. Почему? Кто должен признали? Мы признали. Так мы признали. Ты только, блядь, чувствуешь, я Россия, я русский, блядь. Ну, что, блядь. Ну, Россия признала, и Россия несет за это ответственность. Она сама за это отвечает. А вы говрёк. Не, это-то понятно. У вас там это свои влажные мечты. Весь мир об этом говорит, блядь. Весь мир? Весь мир? У нас уже индийцы нахуй называют. Кто? Сука, блядь. У нас Брикс, блядь. У нас Брикс все больше и больше. Кто нас? Да, только что вы производите сейчас в индусов? А что мы с ними делаем? Вполовима дешевле, блядь, чем у вас. Корабли вы хотите строить? Только почему-то индусы вам будут строить. Ваш корабль прям, блядь, вообще нахуй не работает. Не, у нас много выпускают. Нам поэтому и надо еще кто-нибудь построить. У нас все занято, потому что. Нам легче там денег дать. Пусть-то занят. Все заняты, все верфи заняты. Надо еще. Просим у них, чтобы они нам построили. Да я вижу по окну у тебя все занято. По пластиковой окра не видно. А по очкам? Это такое. По очкам не видно? Ну очки ты просто, чтобы глаза твои не было видно. Да, очки снять? Пляши. Пляши очки? Пляши вы и глаза? А у вас на глазах есть волосы? У меня ресницы есть. Это тоже волосы. Прям на глазах? Или у вас на ресницах? Они же на этих? Или у них прям на глазах у вас растут? Вот у тебя на этих, да. Вот ты смотри на свою зеленую стенку. Савдеповскую. Как мне это тоже говорили. Вон на дверь тут смотри. Понимаешь? Ты мне рассказываешь о чем-то. На какую савдеповскую? Вон зеленая стенка. У меня в Москвосите вообще-то. Вы что? У вас созрение. У вас очки вообще оденьте другие. У вас очки плохие просто. А, это ты переключил. У вас очки просто плохие были. Видите? Задний фон. Знаете так? Я переключаю задний фон, типа, блядь. Я тут сижу, блядь, задние фоны переключаю. Ну, не зеленая стенка, согласитесь, да, уже? Уже как-то по-другому хочется пообщаться. Уже как-то так, ну... Ну, давай дальше, блядь. Давай. 20, блядь. Не, все, хватит. Покажи мне, блядь... Не, давай на Судовом кольце покажи мне, блядь, эту самую, блядь, как она называется? Ну, что у вас гугли нет? Гостиницу, где я началал с клопами, на. Что у вас гугли нет? Покажи мне ее. Гостиница с клопами? Это в Киеве, я так не могу, у меня нет такой. Это у тебя, блядь, там, в Москве. Когда вы были в Москве? Это Рейбусом, по-моему, первый или второй ходит, блядь. Когда вы были в Москве последний раз? Честно, не вспомню, блядь. Ну, когда вы были в Москве последний раз? В 95-м. Вспомнили. До 2005-го Россию вообще, это не Россия. Там Ельцин был. Какая-то Россия, это Ельцин был. Тогда он все разваливал. Вот пришел, когда Путин, начал все исправлять, и вот с 5-го уже более-менее там уже пошло. И Путин такой молодой, и мы все ему. Я понял. Нет, это вы привыкли сосать у Юбайдена, у Зеленского, там еще у кого-то. У нас нет такого. Да ладно. Нет, зачем? Да ладно. Так а зачем? КВН свой посмотрите. КВН? Да КВН свой. КВН это где Зеленский на коленях перед Путиным стоял, а вот этот КВН посмотри. Ты посмотри, блядь, сейчас не КВН. А вы КВН смотрите? Русскую дорогу посмотри, блядь. И что там? Раисы посмотри, блядь. Так это юмор. Юмор? Конечно. Ой, умор. Так это КВН. Ой, умор. Веселых, веселых, веселых. Это юмор. Да, 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 да. Это юмор. И Масляков Батя с Масляковым сыном уже нахуй все там захватили, да? Так это естественно он его и сделал. Он же его перезапустил. А что вы на Маслякова-то улетели? Что это? Все это вам, все образы вылетело у вас, да? Все, пахает, не получается, все, на КВН убежали. Мысли. Тебе хоро пахает. Мысли, ну вы только что на Россию, а теперь я вы спустите в ключе, у вас как-то Масляков появился. Хорошо, давай я задам тебе вопрос. Хорошо, задаю тебе вопрос. А какой у вас сейчас строй? Строй ровный. В линию и в две стороны. Мне не интересно, какой строй. Коммунистический? У нас демократия. У нас демократия. Империалистический? Нет, у нас демократия. Демократия у нас. У нас большинство решает за меньшинство. В чем она проявляется? Большинство. Даже интересно стало. Проявляется в том, что большинство решает за меньшинство на выборах, на референдумах, на выборах. Да? Да. А что вы мешаете другим так делать? А когда это у вас референдумы? У нас большинство решило вот так. А когда у вас референдумы? Зеленского. Не, Зеленского выбрали, это понятно. Не, Зеленского-то выбрали, это ладно. А вот Януковича кто снимал? Народ весь? Да. Где был референдум, какого числа? Давайте я посмотрю. Я был против Майдана. Когда был референдум? Когда он стал на лыжи, я сказал, что пошел. Референдум когда был? Когда большинство людей ваших спросили, демократические, и сказали, товарищи украинцы, вы за или против? Когда, какого числа был референдум? Я посмотрю. Какой референдум? О чем? Ну, вы сказали, у вас демократия, у вас людей спрашивают? Подожди, ему сказали, блядь. Что сказали? Парень, подписывай документ или не подписывай? Он подписал. Куда он подписал? Он 20 февраля подписал документ. Он уехал в Харков, после Харкова уехал в Ялту, откуда его виктор Меттон и забрал ваш Путин. Что ты мне рассказываешь? Он 20 февраля. Он бежал из страны. Смотрите. То есть, самоустранился по Конституции. Он самоустранился от выполнения своих обязанностей. Какие обязанности? Блядь, не влечу меня, блядь. Какие обязанности у него? Он предал 52% населения. Смотрите. Где вы берете цифру 52? Можете мне сказать? Где вы берете? Что такое 52%? Это тех, кто за него проголосовал. Так, а кто его снимал? Сколько процентов его снимало? Снимало его меньшинство, но потом подключилось большинство. Дальше. Не, а как его могло снять меньшинство? Это что за такая демократия? Потому что он, сука, застал. Не, его хотели убить. Его ж хотели убить. И большинство его не защитило. Да? Да. А что он, когда выходили на антимайдан, предал антимайдан? Почему он сбежал, а не отдал приказ стрелять? Почему он не отдал приказ разогнать нахуй? Почему, когда он даже в Ростов съебался, сохранив свою жизнь, не вернулся сюда на танках? Почему? То, что он не отдал приказ разогнать майдан, это действительно его ошибка. Надо было сразу нахлобучить вас всех там, кто на Майдане был. Ну, не вас, я имею в виду, тех, кто был. Нахлобучил бы сразу всех, и страна была бы спасена. Но он испугался европейских кураторов, которые ему сказали. Не смей разгонять. А теперь, подожди, по прошествии сколько лет. А теперь, по прошествии сколько лет. Те, кто были за него, как должны к нему, блядь, относиться? Те, кто за него... Кто их предал, блядь? Те, кто за него, должны корить себя за то, что в 14-м году, в феврале, не вышли все на улицы и не снесли нахер это меньшинство, сранное. Не снесли все нахер это меньшинство. Выходнили. Не, слишком мало выходило. Зассали остальные. Те, кто вышел в Одессу, их снили. Это опять меньшинство. Сранное меньшинство людей убило. Потом поехали убивать на Донбасс людей. И люди просто испугались, запугали людей. Так, в Харькове выходили и тоже всех захлобушили там. А теперь задай мне вопрос, пожалуйста, блядь. А почему в Киеве сейчас нет улицы, где бы не жил харьковчанин и луганчанин? Почему сейчас в Киеве нету, блядь, в Киевской области нету, блядь, поселка, где бы не было Луганских и Донецких? Почему? Почему? Задаю вам вопрос. Почему? Потому что, наверное, они бежали от Руска Амира, блядь, нет? Нет, они бежали от того, что устроила ВСУ. Суменцев, блядь, в Украину, в Киев, в Киевскую область. Они убежали от того, что армия ВСУ начала. В смысле, блядь? Так почему не бежали, блядь, в Киев бежали? Ты мне объясни, блядь. Ну, подальше, подальше от войны, которую вы затеяли. Еще раз говорю. В смысле? Повторяю тебе. В смысле? Если тебя убивает Украина, почему ты бежишь в Украину, а не в Россию? Да они бегут не от того, что украина, а от того, что стреляют на их территории. Там война началась. И они бегут просто от войны. Или что, еще раз говорю. Еще раз повторяю. Если тебя убивает одна... Ты знаешь, что это... Да в смысле? Почему ты бежишь в Украину, а не в Россию, блядь? В смысле? Они бегут не от того, что в них кто-то стреляет, а в принципе от войны. От того, что снаряды летают. Они даже не думают. Оттуда стреляют. Они бегут не туда, кто в них стреляет. То есть они не туда, откуда стреляют, блядь. Да им какая разница, откуда. Главное, что стреляют. Главное, они бегут, потому что стреляют, а не от того, что стреляют. В смысле? Потому что стреляют, поэтому они бегут. Вы тебя убиваете, сука, фашисты, ты бежишь в фашисты, блядь. Ты дурецок, рыцарь, блядь. Они не бегут от того, кто в них стреляет. Они просто убегают туда. Во-первых, вы наверняка их туда не пропускали, сто пудов, я уверен. Что в СУ туда никого сначала не пускали. Поэтому люди побежали в Крестово. Ну в смысле? В СУ закрылось все и не пускали. Почему сейчас? Я вижу луганских и донецких с украинскими флагами. Почему в СУ находятся луганские и донецкие, блядь? Не, ну иду... Почему? Ну идет и везде есть, идет и везде есть. Идет и везде есть. Я тебя спрашиваю, почему? Ну потому что предатели и идиоты есть везде. Игут, сука, не к вашему доберу, а бегут к хуйному хуйню, блядь. Ну почему так? 3 миллиона сбежали в Россию. Кто-то сбежал на Украину. Предатели и идиоты есть везде. Вот предатели и идиоты на Украину сбежали. А нормальные люди в Россию. Больше под 3 миллиона сбежало в Россию. 3 миллиона. 3. А у нас было 6 миллионов. Так вы предатели и уроды, блядь. Какие 6 миллионов? Из Донецка и Луганска 6 миллионов вам сбежало? Со всех областей. Со всех, конечно. Ну все, кто там оттуда походили. Да, остальные в России остались. Так вот это предатели и идиоты. Ну да, они предали свою землю. Можно там называть? Предали свою землю. Убежали на Украину. Они убежали в Россию. Не, в Россию убежали от войны. В Россию убежали от войны. Сейчас возвращаются, кто убегал. Да, да, да. В Мариуполе уже возвращаются. Уже 300 тысяч в Мариуполе. Сколько? 300 тысяч уже в Мариуполе вернулось. А что у меня в Мариуполе? Вот я завтра буду с ним общаться. Он мне рассказывает. Ну он что? Он же не 500 тысяч. Он же один. 300 тысяч вернулось. Не 500. 300 тысяч вернулось. Не 500. 200 тысяч еще где-то там. Кто-то там. Кто-то там. Почему Мариуполе сейчас мне рассказывает, что я домой не вернулся? Ну потому что он предатель. Почему? Ну он предатель. А ты предатель. Ты понимаешь, почему ты назначаешь его предателем? Ну он свою землю бросил. Он его прав в Украину. Он гражданин Украины. Он не предал свою страну. Он предал свою землю. Значит он не хочет быть в России, но пусть живет на Украине. В смысле? В смысле? Он поехал туда, где у него есть гражданские права. Ты все. Дурачок и решок. Ну все, хочет жить в России, не хочет на своей земле жить. Пожалуйста. Кто же ему запрещает? А кто-то хочет жить на своей земле? Ну ты финал, ты бурят. Ёптой. Ты вилл. Зачем? А там местные есть. Зачем? Короче, реально, ты тугой, насколько, блядь. Я даже не понятен, блядь. В смысле? Я дугой. В смысле? Я всю голову. Не знаю, у меня же нормально. Я всю голову. У меня все хорошо. Ты все пока, блядь. Я вы даже заебал. В смысле? В смысле? Очень, очень. Я люблю Крым. Я просто там буду, багато разів, багато років поспит. Я там був, я дуже любив Крим, моя дружина. І тому я залюбки приїду в наш український, деокупований Крим на море. Я хочу. Это будет когда? Ваше бин в море в Криме? В été 2023? В литку непоганий вариант. Там гарна погода в литку. Охга. Веще específic. Ага. Крима.